Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Французский художник и иллюстратор Жорж Барбье родился 16 октября 1882 года в Нанте. Изучал живопись в Национальной высшей школе изящных искусств Парижа. Я пользуюсь переводной википедии. Первая выставка Барбье состоялась в салоне юмористов в 1910 году. Следующая в галерее Буте де Монуэль принесла художнику известность. С 1912 года и до своей смерти Барбье выставлял свою работу в салоне художников-декораторов. Прославился своими эскизами сценических костюмов для русского балета Дягилева. Работал также для кино и для крупных французских журналов мод, где не только публиковал свои художественные работы, но и критические заметки. Иллюстрировал каталоги и многие литературные произведения, в том числе сочинения Бадлера и Верлена. Интересные его иллюстрации к роману «Генерала», изобретателя и писателя Пьера Шодерло де Лаклоу «Опасные связи». Эта книга стала для Жоржа Барбье последней. Был автором модели для изготовления ювелирных украшений. Своим творчеством показал влияние на развитие такого художественного направления в искусстве 20-го столетия, как арт-деко. Первая книга с иллюстрациями Жоржа Барбье вышла в 1913 году. Это был альбом Васлав Нижинский «Рисунки танцев». В 1914 в содружестве с литератором и искусствоведом Жаном Луи Вадайе Барбье выпустил альбом, посвященный балерине Тамаре Корсавиной. Умер в 1932 году и был похоронен на кладбище Мизеркор. В 2003 году рекордная цена на картины этого художника на аукционе составляла 143 415 долларов за Эду Рубинштейн и Вадслова Нижинского в Шехерезаде, проданную на лондонском аукционе Содби в 2020 году. Вот так вкратце о французском художнике и иллюстраторе Жорж Барбье. Пока-пока, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok